На создание этого ролика меня вдохновила подписчица, которая оставила под последним видео следующий комментарий. Она очень мечтает о сумочке Шанель, но хочется и колется, как говорится, а приобретать реплику как-то неловко. Всем привет, с вами Юля, создатель бренда Julia F, и сегодня мы с вами поговорим о реплике и оригинале в одежде, аксессуарах, обуви. И так ли плоха подделка, и почему ее все равно покупают? Буду благодарна вам за вашу поддержку в виде подписки и лайка под этим видео, это очень мотивирует, правда. Но в самом начале хотелось бы уточнить несколько моментиков. Во-первых, в видео не идет речь об Абибас или Шинель, а о репликах один к одному. И во-вторых, некачественные вещи встречаются везде. И если вы пойдете в условный Гуччи и выберете там что-то невероятно дорогое, это не будет означать, что вещь вам прослужит долго, и что вы вообще останетесь в итоге довольны этой покупкой. Ровно так же, как и на рынке, приобретая бюджетную кофточку, вы можете выцепить очень качественное изделие, которое прослужит вам не один год. Реплика оригинала – это не всегда что-то жутко дешевое и некачественное. Есть люксовые копии той же сумочки Гуччи, Шинель, они будут стоить по 200-300 долларов. Да, не дешево для подделки, но сумочки из натуральной кожи, фурнитура качественная, массивная. И если не обращать внимания на то, что это реплика, в принципе, добротные качественные сумки в бутиках столько и стоят. Не эталон, но, как пример, магазин Эконика. В общем, плохие вещи встречаются часто и везде, и это не всегда связано с подделкой. Так почему же люди покупают фейк? Они хотят выделиться, оказаться в более высоком статусе. Достаточно одного логотипа, чтобы произвести впечатление на большинство. Вот и ответ. Но ваш статус – это не брендовая сумка. Статусная одежда – это не всегда премиальные бренды. Статус – это не принц и нищий. Тут есть гораздо больше ответвлений. Так случилось, что на моем канале есть видео о статусной одежде, о чем говорит ваша одежда, пока вы молчите. Ссылка будет в описании, обязательно посмотрите. И несколькими словами из того ролика. Многие женщины-руководители понимают, что им нужны аксессуары достойного бренда, потому что они не могут носить то же самое, что у них секретарь и сотрудники. Им нужно отстроиться от линейного персонала и показать свой статус. Статус – это когда ваш внешний вид говорит, что вы, кто вы, где вы, куда вам, сколько вы стоите и зарабатываете. Но есть и окружение, примыкая к которому это всех сил, масс-маркет не прокатит. Для этого и был придуман люкс. Чтобы сразу было видно ваш уровень достатка и благополучия. Многие думают, что приобретая копию, они как-то возвысятся среди окружающих. Но согласитесь, как-то странно видеть девушку с сумочкой Шанель в троллейбусе. Давайте представим. Едет в троллейбусе девушка. Одета просто. В руках сумочка Шанель. Даже все лого на месте. Ну вот, непонятно. Почему она едет в троллейбусе? Волосы неухоженные. Речь не о прическе. Поверьте, всегда видно, ходит ли девушка в салон на дорогостоящие процедуры для волос системно или периодически раз в год. Макияж не яркий, но на любителя. Ноготь поломан. На свитере видны небольшие катышки. Общий вид усталый. Видимо, едет домой после сложной работы. Какие мысли возникают? Конечно, это реплика. И даже если бы это был оригинал, который ей подарил ее новый бойфренд, все равно никому не придет в голову, что сумка не фальшивая. Она же разговаривать не умеет. Только если саму девушку устраивает ходить с оригиналом, когда другие уверены просто, что это подделка. Ведь действительно, если это подарок, почему она не может ее носить? Дорогие вещи – признак отношения к определенному слою общества. Это старые деньги или новые деньги? Больше никак. Про старые деньги я очень подробно рассказывала вот в этом видео, а про новые вот в этом и приводила примерно в фильме о Гэтсбе. Если несколькими словами, то старые деньги – унаследованное богатство устоявшихся семей высшего класса. Это социальный класс богатых, которые смогли поддерживать свое богатство на протяжении нескольких поколений. Яхты, устрицы, обширные мавры с породистыми лошадями – это их обычная жизнь. Новые деньги – быстро разбогатевший человек из низкого сословия. Что у одних, что у других есть деньги, но даже визуально эти две группы очень отличаются. Старые деньги ходят к такой одежде, что по ней сложно сказать о ее стоимости, тогда как новориши покупают брендовые вещи с узнаваемыми лого или очень популярным дизайном, чтобы даже издалека было видно, что у них есть деньги. Часто в стиле новых денег предстают перед нами коучи «Я научу вас зарабатывать много». Они мелькают перед нами в популярных солнцезащитных очках с брендовыми сумками, на завтрак просека, Дубай, Мальдивы, новый айфон. Никому уже не секрет, что туры на море в УАЭ часто дешевле, чем в Турцию или в Египет. А брендовые вещи могут оказаться подделкой. И условная Маша уже несколько раз была в Дубае, хоть это и не смысл ее жизни. И айфон у нее есть, и вообще все хорошо. Просто она не преподносит свой образ жизни, как какую-то технику по заработку и исполнению желаний. Маша просто живет и кайфует. Тогда как коучи, ремарочка, не все покупают фейковое благо и обманывают людей, пытаясь заработать на слишком доверчивых. Покупка премиальных фейков – это их прямая работа, от которой зависит дальнейший заработок и вполне реально приблизит их самих к покупке оригинальных вещей в будущем. История подделок насчитывает не одну тысячу лет. Для соблюдения ритуалов и поклонения богам требовались статуэтки и священные предметы, причем в большом количестве. Оригинальных предметов на всех не хватало, так появились копии, подделки. Сначала люди научились имитировать методы производства этих объектов, а потом их стиль. Конечно же, копированию подвергались и картины. Но порой художники перерисовывали знаменитые полотна, чтобы научиться мастерству. Судьба этих копий была разной. Одни художники уничтожали их, принимая за обычные студии. Другие честно продавали как простые имитации подлинников. Третьи просто забывали о них и оставляли в мастерской, где картины потом могли найти, принять или выдать за оригиналы знаменитых художников. Так между копией и подделкой разница появляется. Когда целью того, кто копирует произведение искусства, становится обман, то обычная копия становится подделкой, фальшивкой. Многие зрители сейчас скажут, хорошо, что есть выбор. Вдруг человек не разбирается, а Бибас это или Адидас? Ему просто нужны кроссовки. Но я не говорю о таких людях, скорее о тех, кто намеренно приобретает фальшивку для своей сакральной миссии. Да, когда есть выбор, это хорошо. Хочется ли покупать в брендовом магазине флакон тех самых подарок любимой, любимому, а на деле получить подделку? В таких случаях покупатели часто не хотят реплику. Но когда дело касается одежды, разница между фейком и оригиналом становится невзрачной на фоне колоссальной разницы в цене. Увы, благодаря таким вот безобидным любителям копий сумочки Шанель в мире процветают огромные компании по производству контрафактов. И, увы, эта любовь к то же самое, но подешевле, распространяется на другие сферы. Копий становится так много в мире, что порой даже в люксовых мультибрендовых магазинах среди товаров может попасться не оригинал. В чем связь? Подделывают обычно то, что чаще покупают. И так как люди либо не разбираются, либо специально дают предпочтение подделкам, они тем самым поддерживают создание контрафактов, что играет против оригинальных брендов. Оригинальные бренды, мировые, популярные, задумываются о своем процессе производства. Есть более экологичные марки, есть менее, есть самые экологичные на сегодняшний день. Так или иначе, разработка фальшивок ставит перед собой цель заработать на покупателе, повторив точь-в-точь вещь. А то, какими способами будут этого добиваться, неважно. Отсюда максимальное удешевление материалов, что вредит не только конечным покупателям, а и людям, которые работают над изделием и дышат опасными клеями. Таким образом, приобретая фальшивую вещь, вы вредите планете и поддерживаете организации с низкой оплатой титанического труда рабочих в часто ужаснейших условиях. И пока люди за это платят, такие конторы живут и размножаются. Почему я должна покупать оригинальные кеды Диор, когда фальшивка стоит в разы дешевле? И она тоже из натуральной кожи, прекрасно выглядит. За что переплата? Ведь себестоимость типа одинаковая. Возможно. Но покупая оригинал, вы как бы вкладываете свою лепту монеткой в идейность бренда. Отдаете дань уважения его истории, создателям. Если задуматься, такие кеды вы идете покупать в просторный, изумительно оформленный магазин в популярном и очень дорогом для аренды месте. В магазине свой запах, специально разработанный для большего расположения посетителя комфортной покупки. В таком магазине вам могут предложить бокал игристого, пока вы примеряете вещи. Да и вне пределов бутика существует огромное количество людей, создающих множество факторов, которые так и влияют на покупателя. Мы хотим именно эту сумочку. Мы хотим именно такие духи. Все это стратегия, которую придумывают нужные люди, за что бренду приходится платить. Тогда как за подделкой отправляешься в непонятный район к странному мужичку, и пусть не задорого, покупаешь вещь из какой-то кучи, которая не выглядит вдохновляюще от слова совсем. И неужели вам самим будет приятно впоследствии такое носить? Энергетически покупка вам ничего не даст, психологически не успокоит. Вам все еще будет неловко с фальшивкой появиться в кругу тех, кто может сразу рассекретить. В обществе же не разбирающемся на вашу покупку либо вообще не обратят внимания, они же не знают логотипов, либо подумают о вашей странности и покрутят у виска. Мол, вот дурной, такое дорогое покупать. И вопрос-проверка. Кому бы вы заплатили кругленькую сумму? Брендовому магазину или непонятному дяде? Где цена более оправдана? Хотеть сумочку Шанель – не преступление. Точно так же, как хотеть научиться петь или хотеть что-то еще. Казалось бы, безобидное желание о покупке малюсенькой вещи может поменять всю вашу жизнь. Ведь действительно, для того, чтобы купить оригинал, нужны деньги. А это новая высокооплачиваемая работа, отсюда карьерный рост. Либо несколько новых работ, либо нужно выйти замуж за олигарха. Шучу. Нет. В любой случае, достигая цели покупки люксовой вещи, вы косвенно меняете всю свою жизнь. В этом и есть слыса увладения дорогими вещами. Другой уровень жизни, другой уровень достатка, другие желания, другие цели. Какой смысл приобретать то, что вам не по карману после целых годов, если не больше питаться одним рисом? Да, ваша душа успокоится, но свои вас не поймут, а те не поверят. Повторюсь, разнообразие, да, это хорошо. Разнообразие же брендов никто не отменял. Найдите вещицу, что вам так уж приглянулось у другого производителя. Купите качественную и по вашему карману. И пусть она будет напоминать оригинал, но к вам не смогут придраться, что вы купили копию. Изделие похоже, но абсолютно другое, начиная от отсутствия лого, заканчивая фурнитурой. Так-то все в мире можно называть подделкой всего. Но не забывайте, точное повторение, фейк, это одно, а похожее, это совсем другое. И последнее, что я хотела бы с вами обсудить, это так ли вы сэкономите, покупая дешевые вещи. Тут важно считать цену за выход. О том, как это делать и вообще, в принципе, сколько стоит ваша одежда, я рассказывала в отдельном видео, можете посмотреть по ссылке в описании. Но если вкратце, покупая одну дорогостоящую вещь и пять дешевых, вы сэкономите, приобретая более дорогую. Если посчитать продолжительность жизни каждого изделия и количество выходов с ним. Раз уж вам очень, ну очень хочется какое-то пальто, платье, сумочку, ботинки, но не ради лейбла, вы можете обратиться в ателье, пошив сумок или обувной бутик, и вам создадут нужную модель по вашим меркам. Изделие визуально будет очень похоже, но так как лекалы и заготовки не оригинальные, разница будет. Каждый ремесленник оставляет свою авторскую подпись, и продукт уже не фейк, а индивидуально разработанный по вашим запросам. Это не дешево, но индивидуально и экологично. И не 10 тысяч долларов. И последний вопрос задам вам. Хотели бы вы получить липовую золотую медаль за учебу в школе или в каком-нибудь соревновании? Эта медаль не значила бы равным счетом ничего, и окружающие так бы знали о ваших успехах в учебе или вашей физической подготовке. Так вот, для чего вам нужна была бы эта пустая золотая медаль? Что скажете по поводу всего, что я тут наговорила? Буду рада пообщаться с вами в комментариях. А всем, кто досмотрел видео до конца, я лаю прекрасного настроения и пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok